Всем привет, ребят! Хочу попробовать для себя новый формат публикации постов, а именно 10-15-минутные видеоролики с записью экрана и своего голоса, где я буду разбирать какие бы то ни было вопросы. Потому что писать, честно говоря, я вообще не особый любитель. И сегодня мы разберём тему развенчания веганских мифов. И в частности того момента, где веганы и сыроеды зачастую любят рассказывать, что мы очень схожи с приматами, и по этой причине мы должны так же, как и они, в основе своей питаться плодами и зеленью. Также затронем момент того, что мясо гниёт в нашем кишечнике, плодит каких-то не таких бактерий, из-за которых потом у нас продуцируется очень много слизи и так далее. В общем, сейчас всё разложу по полочкам. Но сразу хочу сказать, предупредить всех братьев веганов, что я не враг вам. И всё то, о чём я сейчас говорю, это просто фактология. Но к веганской братии я отношусь достаточно тепло, потому что, ну, намерения их, они довольно-таки благие. Но, к сожалению, ими пользуются глобалисты и направляют их совсем не в ту сторону. Но, в общем, что я хочу сказать. Я тоже крайне негативно отношусь к нынешнему ведению сельскохозяйственной промышленности. В частности, к скотобойню. Да, это настолько же мерзкое и отвратительное явление, как педофилия, либо медицинская индустрия. И если бы мы жили в нормальном мире, то животноводство выглядело бы совершенно иначе. А именно большое количество фермерских хозяйств, где животинки гуляют на свободном выпасе, резвятся и веселятся под лучиками солнца. И я думаю, такое видение животноводства устроило бы даже веганов. Ну, да ладно, переходим к делу по поводу того, что мы, наш желудочно-кишечный тракт, схож с приматами. Это всё официальная информация из больших научных журналов. И при желании вы всё самостоятельно это можете нагуглить. На этой таблице продемонстрирована длина разных пищеварительных органов у шести видов приматов. Это гиббон, симанг, орангутанг, гориллы, шимпанзе и человек. И первая колонка – это длина желудка. И среди всех приматов она более-менее одинакова. Далее у нас идёт длина тонкого кишечника, который, как вы видите, у человека значительно отличается от длины тонкого у приматов. И в особенности у гориллы, да, веганы очень любят ходить в футболках, где у них нарисована горилла, которая ест зеленушечку. Но, как видите, длина нашего тонкого кишечника, наверное, в 3,5 раза длиннее, чем у той же гориллы. И наиболее близкий к нам – это шимпанзе. Потому что шимпанзе, кстати, очень большой любитель мяса. Они съедают в среднем до 300 килограммов мяса в год. То есть это примерно получается по 2 килограмма мяса в день. Они едят его не каждый день, но когда натыкаются, объедаются просто вдоволь. Более того, у обычного шимпанзе, у них есть такой ритуал перед спариванием. То есть если они хотят заполучить самочку, то они должны принести ему какую-нибудь трюпятинку. Потому что конкретно это питание считается у них максимально ценным. Но они видят, как это сказывается на психике и на физике, и поэтому придают мясу, ну, своего рода сакральное значение. И на самом деле так делают не только шимпанзе. В своё время мы занимались тем же самым. Я, наверное, немножечко отошёл от темы, но продолжу эту линию. Допустим, мы точно так же придавали колоссальную ценность именно охоте и животным продуктам на протяжении двух с половиной миллионов лет. Это, кстати, как раз-таки та самая причина, по которой строение всего нашего желудочно-кишечного тракта поменялось. Потому что долгие столетия мы охотились и поедали именно мясо. И это прослеживается на всех наскальных рисунках. Да, почему-то древние люди рисовали именно охоту. Не собирательство ягодок, не, не знаю, посадку морковки. Это всё была охота. И мы эволюционировали именно как раз-таки на животных продуктах. И сейчас откатываться к тому моменту, когда мы ещё были приматами, и пытаться заполучить качественное здоровье на растительных продуктах, это можно сделать. Но, поверьте, эффективность будет далеко не такая, как на продуктах животных. Итак, возвращаемся к длинению желудочно-кишечного тракта. В общем, тонкий кишечник является кишечником хищника. Потому что там пищеварение происходит в основе своей посредством кислоты в нашем желудке и посредством ферментов поджелудочных. Да, там тоже присутствуют бактерии, но их количество и разновидность примерно такая же, как и в желудке. Там примерно от 15 до 40. И, кстати, как раз-таки всеми любимые хеликобактеры, на которые людишки в белом сваливают все проблемы и заболевания желудочно-кишечного тракта. Но это полный бред. Хеликобактеры, так же, как и все бактерии на планете, чрезвычайно полезны. Единственное, чем она занимается, это только поедает мёртвые клетки, что в нашем желудке, что в нашем кишечнике. Ну, в общем, разница понятна. Наш желудочно-кишечный тракт больше схож с собаками, нежели с приматами, если опираться на длину тонкого кишечника. Дальше идёт длина и размер аппендикса, где, грубо говоря, тусуется львиная часть микрофлоры. И у гориллы это самый большой орган, потому что она за счёт микрофлоры-то, собственно, и выживает. И затем у нас идёт длина толстого кишечника, который у нас также значительно укорочен, в отличие от всех других приматов. Потому что приматы, поскольку они питаются зеленью и в основе своей клетчаткой, самостоятельно они её переварить не могут. И именно этим занимаются бактерии в толстом кишечнике. То есть они являются ферментёрами заднего отдела кишечника. То есть поедая всякие зелёнюшечки, листочки, цветочки, не они всё это дело переваривают, а бактерии в их толстом кишечнике. И благодаря такой, скажем так, обширной длине этого кишечника, они успевают извлечь оттуда все, ну, по крайней мере, большую часть питательных веществ. То есть в любом случае гораздо больше, чем мы. Но если мы питаемся салатиками, мы не в состоянии извлечь такое большое количество микроэлементов, витаминов и получить те же самые жирные кислоты, которые получает горилла. Я, к сожалению, это исследование не нашёл, вернее сказать, я его не искал, вспомнил про него только сейчас, где можно было продемонстрировать, что в основе своей горилла находится в кетозе. То есть вот как корневорщики поедают мясо и жиры, оказывается в кетозе у гориллы то же самое. У нас столько большое количество бактерий в толстом кишечнике, что они продуцируют жиры. И горилла, собственно говоря, практически на них и функционирует, поедая зелень. Ну да ладненько, надеюсь, этот момент понятен, да, касаемо неадекватности сравнения нас с приматами. Это не какая-то уникальная информация, просто погуглите длину, скажем так, разницы кишечника, и вы эту информацию легко найдёте. Едем дальше. Касаемо ещё длины кишечника, да, небольшое подтверждение. Здесь продемонстрирована длина желудочно-кишечного тракта носорога, льва и человека. И мне на самом деле лень считать длину носорожевского, можете потом сами посчитать, но конкретно у льва и человека практически длина схожая. Здесь вот как раз-таки написано, длина тонкого кишечника у льва 6 метров, а у нас 6 метров 80 сантиметров. Длина толстого у льва 100 сантиметров, у нас 140. То есть, как видите, наш желудочно-кишечный тракт гораздо ближе к льву, к собаке, к кошке, нежели к приматам. Это, кстати, всё официальное инфа из журнала Nature. И вот самое интересненькое. Это здесь таблица кислотности желудочного сока у разных видов животных. Сейчас найдём здесь человечка. Вот humans, примат, homo sapiens, omnivore, всеядны. Сила кислотности 1,5 pH. Это на самом деле одна из самых сильных кислот вообще на всей планете. По той простой причине, что человек долгие столетия являлся хищником-падальщиком. И сейчас для сравнения я попробую найти каких-нибудь приматов, чтобы продемонстрировать их кислотность. Вот какой-то синамалгус манки. Тоже omnivore, всеядны, у него 2,1 кислота. Ну, скорее всего, этот чувачок ест всяких насекомых, ящерек и так далее. Так, вот ещё у нас 3 примата. Скайс манки, какой-то бобон, лангур манки. Я вообще не знаю, что это за живности такие. Но их кислота 3,4, 3,7, 5,9. То есть, как видите, у всеядных пониже. А здесь ферментер, я так понимаю, заднего отдела кишечника. То есть, он так же, как и горилла, в основе своей питается зеленью. Так, сейчас ещё каких-нибудь обезьянок поищем. Вот ещё какой-то ховлер манки. Я не знаю, что это за... Тоже это 4,5. Сильвер, лифет манки, 5,9. И тоже ферментер заднего отдела кишечника. Ну, то есть, он ест зелень, а за него эту зелень едят бактерии. Ну, то есть, всё так же, как и с коровками. И кислотность, ну, она просто разительно отличается от нашей. Она вообще никакущая. Ладненько. В общем, с обезьянами, я думаю, понятно. Теперь посмотрим на животных, чья кислота достаточно близка к нашей. Так, вот полтора. Так-то мы. Ну, вот 1,8 дальше идут какие-то. 1,6. А факультатив с Кавенгар, это кажется... Не знаю, честно говоря, как это переводится. Я в английском не силён. Так, наверное, лучше будет через переводчик всё это дело глянуть. Но перевод, к сожалению, здесь говёный, поэтому изначально я не стал им пользоваться. Хищник универсальный. Ну, вот, в общем, по полтора. Какие-то два чувака. Это у нас... Это у нас Харёк и блуштающий альбатрос. Ну, в общем, Харёк, он в основе своей является хищником. И у него, как видите, кислотность абсолютно такая же, как и у человека. Дальше у нас идёт вот 1,3. Факультативный мусорщик. Ну, правильнее будет сказать падальщик. Это у нас белоголовый орлан. То есть вот который на гербе США изображён. Вот у него кислотность. Ну, буквально на несколько делений пониже нашей. И люди, которые не совсем понимают градацию кислотности, она стократная. То есть, если, допустим, у вас кислота в желудке 1 pH, а у меня 2, это значит, что у меня в 100 раз сильнее. Если у вас 1, а у меня 3, значит, у меня в 200 раз сильнее. То есть, градация идёт не на 1 единицу, а на 100 значений. Поэтому, когда мы смотрим разницу, допустим, что у нас 1,5, а у какой-то обезьян 3, это не говорит о том, что разница всего лишь там 2,5 раза. Нет, разница в 250 раз по силе этой кислотности. Но, опять же, кислота – это не столь важное значение. Допустим, у шимпанзе у них около 3,5 pH. Но при этом шимпанзе – большие любители мяса. Да, господи. Ну, надеюсь, этот моментик понятен. Вот внизу идут различного рода птички, у которых тоже кислотность 1,5, 1,2, 1,3. Факультативные мусорщики, да, они… Это не значит, что они исключительные падальщики, но они не против всего этого дела. Перевод здесь. Корявенький, какая-то сипуха, чёрный хохотун. Ну, это всякие вороны, совы, орлы и прочие. Ну, просто Яндекс почему-то вот настолько коряво всё это дело переводит. Кому нужен будет этот документ, вы можете найти его в моём телеграм-канале. Да, и тут вот можете на английском языке глянуть. О ком идёт речь? Я, честно говоря, всех этих названий не знаю. Ну, в общем, я думаю, этот момент понятен с длиной желудочно-кишечного тракта и с силой нашей кислотности. Это пример девушки, которая была на веганстве. И, как видите, выглядит она не очень. А затем перешла на тот тип питания, на котором нахожусь я. И выглядит она, ну, очень аппетитно. И сейчас продемонстрирую её. А не написана статья. Вот она ест сырое сердце, пьёт сырые яйца. Также, кому интересно, это всё есть в моём телеграм-канале. Заходите, читайте. Да, вот вам постоянно рассказывают, что животные продукты – это колоссальный вред. Это болезни, это какие-то гниения в кишечнике и так далее. Но, как видите, кислота у нас настолько сильная, что она, можно сказать, может кости переваривать. Поэтому о каком гниении идёт речь, я вообще не понимаю. Мы перевариваем мясо почти на 100%. Оно, можно сказать, превращается в воду в нашем желудке. И потом почти на 100% всасывается. Ну, то есть вот сырое мясо, авокадо, маслица. Тут, по-моему, ребятёнок у неё тоже есть сырое мясо, но я точно не уверен. Или это у другой женщины. Ну, в общем, разница, скажем так, того, как она выглядит, говорит сама за себя. Да, и по поводу вегетарианства приматов. Также вот статейка, как шимпанзе устроили геноцид своим маленьким собратьям. Тут где-то было сказано, что они поедают до 900 килограммов мяса в год. Ну, в общем, можете поверить на слово, не хочу я всё это дело перечитывать. В общем, шимпанзе очень любят поедать других обезьянок. Да, и вот хочу также показать сравнительную разницу. Хочу продемонстрировать разницу строения тела в зависимости от питания. Блин, вот есть картинка, но она почему-то корявая. Ладненько. Ну вот, как видите, шимпанзе-банома являются исключительными веганами. А шимпанзе обыкновенно едёт мясо. И, как вы видите, разница строения их тела налицо. То есть первые абсолютно практически не отличаются от самки. Во втором же случае у самца их, скажем так, черты, мужественности, они значительно более выражены. Больше мышечной ткани, гораздо мощнее челюсть и так далее. Если кто-то думает, что всё дело в генах, нет, это исключительное следствие питания. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что я могу продемонстрировать примерно такой же эффект на людях. На людях, которые были веганами, сыроедами. И затем, когда они перешли на питание животными продуктами, они значительно поменялись. У меня есть пост на эту тему. Обязательно надо лайк поставить, да, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Ну вот, собственно, растительный сыроед и человек, который начал потреблять животные продукты. Абсолютно та же самая разница. Факторианец и человек, который ест животные продукты. Ну и вот эта девушка, скажем так, которую я показывал. Для чего ведётся веганская пропаганда? Нет никакой заботы о животных. Единственная основная причина всего этого дела – сделать людей более слабыми, тупыми и трусливыми. И зачастую, опять же, естественно, есть исключения. Да, я не гребу всех под одну гребёнку, но в большинстве своём веганские мужчины – это просто бабы с яйцами. Так что вот такие вот дела. И, естественно, глобалисты веганскую пропаганду преподносят к нам через призму заботы. Через призму какой-то более высокой культуры и так далее. Но это всё бред, это так же, как и пропаганда ЛГБТ. Да, как она к нам преподносится? Что, типа, вот это такая высокоразвитая культура, здесь присутствует уважение к личности, поэтому мы должны уважать сексуальные предпочтения других людей. Но на самом деле за этим кроется тотальная лицемерие и желание просто сократить, сдержать рост численности населения. Потому что гомики не плодятся, они не заводят людей, поэтому ЛГБТ-пропаганда, она очень здорово сдерживает рост численности населения. Почему же здесь нет никакой заботы, скажем так, о сексуальном выборе этих людей? Да потому что вас прямо сейчас будут убивать за то, что вы не хотите проходить определённую процедуру. Да, как видите, никакой речи о демократии и заботе института личности нет. Поэтому это всё лицемерие, и веганство это абсолютно такая же хрень, просто способ ослабить, отупить человечество, потому что я уже не раз говорю, что основной детоксифицирующий агент, который выводит тяжёлый металл из вашего организма, это холестерин и кальций. Но вам, конечно же, рассказывают, что мясо вызывает рак, и молочные продукты тоже вызывают рак. И следующие, скажем так, видеоподобного формата, где я буду что-то рассказывать и демонстрировать, я посвящу им различного рода частные истории раковых заболеваний и людей, которые их преодолели. Это неправильный термин, рак это не страшнее, чем грипп. Ну, в общем, вылечились. Вылечились от этого рака посредством необращения к врачу. На самом деле методов, с помощью которых это дело можно вылечить, много, но у меня, естественно, как всегда, самые эффективные и самые замечательные. В общем, если вам понравилась сегодняшняя, можно назвать, трансляция, лучший способ сказать спасибо, это сделать репост и сохранить этот пост к себе. Там есть значок, ну, в общем, сохранить его. Говорят, что это гораздо эффективнее способствует его продвижению в рекомендациях, нежели лайк. Поэтому, если вам было интересненько, сохраняем его и делаем репост к себе в сториз. Это самый лучший способ сказать спасибо. И если я увижу высокую активность, то у меня будет гораздо больше желания транслировать новую, не менее качественную информацию и дальше.